Волнение и радость от предстоящего праздника все более заметно отражается на лицах воспитанников Новоивановского детского сада номер 33. Еще бы, ведь к ним уже заглянули Дед Мороз и Снегурочка. А еще в гости к ним на огонек пришел Бармалей. С виду хороший парень, вот только в передряги попадает на каждом шагу. А все потому, что он так зациклился на празднике, что совсем забыл про правила дорожного движения. Но ему очень повезло. Воспитанники этого детского сада их знают и вместе с Эллочкой-выручайкой с удовольствием напомнили о них Бармалею. Нельзя что-то там переходить в улицу, где захочет? Можно, ребята? Нет! Если каждый будет делать то, что он захочет на дороге, могут пострадать люди. Поэтому каждый из нас, выходя на улицу, соблюдает правила дорожного движения. А чтобы Бармалей лучше запомнил, как вести себя на дороге, о правилах дорожного движения ему напомнили инспекторы ГИБДД. Они, как и Дед Мороз, явились не с пустыми руками и подарили всем гостям елочку. Но необычную. Бармалей, конечно, не разгадал, в чем ее секрет. А вот ребята сразу догадались, почему она волшебная. Светоотражающие елочки нужны, когда ты идешь по улице ночью, темной ночью, едет там какой-то автомобиль, чтобы видели, и машина не сбила человека. Чтобы на нас не наехали, и водители видели светоотражающие значки. Интересно, но откуда воспитанники этого детского сада так много знают о правилах дорожного движения? По правилам дорожного движения мы очень часто проводим праздники, досуги с ребятами. Как мы вам уже показали, у нас прекрасный кабинет по правилам дорожного движения. Приглашаем к себе гостей, инспекторов. Правила дорожного движения Бармалей пообещал выучить так же хорошо, как их знают ребята. Ведь ему тоже хочется встретить этот Новый год живым и здоровым. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Зимой и летом стройная зеленая была.